Как все-таки в норме выглядит ткань яичника в репродуктивном периоде? Обратите внимание, корковый слой яичника на большом протяжении в репродуктивном периоде заполнен фолликулами на разных этапах созревания. Графов пузырек, первичные фолликулы и вторичные фолликулы. Что происходит в постменопаузальном периоде? Корковый слой значительно истончается. Вы видите белые тела и толстостенные сосуды. В корковом слое полностью отсутствуют фолликулярные структуры. Если мы говорим о первичных петелиальных карциномах яичникова, в первую очередь мы должны обратить внимание на серозные карциномы. Это те карциномы, вы можете посмотреть для сравнения на норму, как выглядит яичник. И вы увидите, что привычные структуры яичника отсутствуют. И есть опухолевые структуры, которые состоят из большого количества сосочков, выполненные фибровоскулярными стержнями, на поверхности выполненные опухолевыми клетками. Если эти опухолевые клетки значительно вытянуты и экспрессируют муцин, то такая карцинома получила название муцинозной. В случае, если опухолевые клетки, цитоплазма опухолевых клеток светоптически пустая, то такая карцинома получила название светлоклеточной. Если опухолевые структуры напоминают нормальные железы эндометрия, хотя бы отдаленно, то это речь идет о эндометриоидной карциноме. Данность такова, что все исследования, посвященные регрессу опухоли после неодевантной терапии, в основном существуют применительно к серозной карциномой высокой степени злокачественности. В первую очередь это связано с тем, что это самая распространенная злокачественная опухоль яичника. И тот факт, что 60-80% данных на образование выявляется на третьей-четвертой стадии. Говоря о морфологических критериях регресса сирозной карциномы, в первую очередь вы, а не мы, обращаете внимание на изменения размеров, выполняя лучевые методы диагностики. И по шкале РЕЦИСТ вы в предоперационном периоде определяете, насколько она уменьшилась или сохранила свои прежние размеры. Говоря о микроскопических изменениях, которые происходят под воздействием лекарственного лечения, мы должны отметить две группы изменений, которые протекают в опухоли. Это изменения, которые связаны непосредственно с опухолевой клеткой, и вторые – это группа изменений, которые связаны с её микроокружением. В случае эффективной лекарственной терапии клетки погибают. Обратите внимание, нормальные структуры до лечения, и вы можете увидеть, что в группе, в скоплениях, в полях клеток полностью отсутствуют ядра. А частично опухоль жизнеспособна, и ядра сохранены. Второй вариант изменений в опухолевых клетках связан с тем, что дистрофия вызывает увеличение размера ядер. Обратите внимание, то, что вы воспринимаете как отдельную дискретную точку – это лимфоцит. Но вот в этом диффузном инфильтрате воспалительном встречаются единичные клетки, размер ядра которого превышает лимфоцит, и иные опухолевые элементы раз в 5-10. Это требует внимания, и мы на это также обращаем своё внимание и отмечаем в заключении. Если мы говорим об изменениях микроокружения, мы отмечаем фиброз, когда вместо опухолевых клеток в яичнике присутствует зрелая фиброзная ткань с различными воспалительными включениями. Второе – это наличие гемосидерина. Взгляните, сосуд, выполненный эритроцитами. А вот строма, фиброзная строма, эритроциты находятся свободно в строме, часть из них лизирована, и продуктом распадок эритроцитов является гемосидерин, который мы выявляем. Так называемые попсамомные тельца, которые возникают вследствие некрозоопухолевых клеток, и белково-липидные комплексы быстро, интенсивно кальцинируются и образуются такие специфические структуры, которые мы видим при световой микроскопии. Если говорим о воспалительном компоненте, то мы в первую очередь обращаем внимание на то, что опухоль отсутствует, но присутствует большое количество лимфоцитов. Эти изменения, как правило, могут отличаться от слабовыраженных до резковыраженных. Пенистые макрофаги, пенистые от слова «пена», поскольку цитоплазма данных клеток напоминает пену, и данные клетки также являются элементами воспалительного ответа. И вы можете увидеть так называемые гигантские многоядерные клетки, которые тоже возникают в ряде случаев, и это тоже является элементом, критерием регресса. В 2007 году Сассин с авторами произвели оценку регресса опухоли после неодевантной химиотерапии в распространенном раке яичника. Они предложили к использованию следующую… Они объединили все те критерии, которые я вам сейчас перечислил, и они решили для себя, что опухоль хорошо реагирует на химиотерапию, если есть три выраженных или более выраженных критерия. Это они считают для себя как хороший ответ опухоли на лечение. При этом они уточнили, что ни один из критериев ни по одиночке, ни в комбинации никоим образом не коррелирует с выживаемостью, ни с безрецидивной, ни с общей. С другой стороны, они отметили, что если опухоль, резидуальная опухоль, имеет размер менее 5 мм, то медиана общей выживаемости данной группы пациентов значительно выше, и это достоверно, статистически достоверно. Второе исследование, на котором я хотел бы остановиться, вышло в 2015 году, и сразу же в 2015 году колледжем американских патологов оно было включено в стандарты исследования образцов пациентов с первичными опухолями яичника и маточных труб. Речь шла о том, что они решили для себя, 9 параметров это слишком много, это слишком большой разброс, это плохо воспроизводимо стандартным морфологом в стандартном учреждении. Нужно предложить более простую схему и более простую шкалу оценки регресса. По большому счету, они интегрировали параметры клеточного ответа и ответа микроокружения, объединив это всего-навсего в три группы. Первое – это если ответ опухоли на лекарственное, на одевантное лечение отсутствует, или он минимальный. Вот, смотрите, опухоль до лечения. После лечения, да, опухолевые клетки значительно увеличены, но по большому счету их количество не изменилось. Да, они несколько дистрофически изменены, более того, нет элементов воспалительной инфильтрации. В этом случае они оценивали микроскопическую картину как отсутствие реакции опухоли на лечение. Если среди фиброза и жировой клетчатки имеются разбросанные очки опухоли разного размера, при этом есть зоны фиброза со скоплениями гемосидерина, кровоизлияниями и диффузной воспалительной инфильтрацией, то речь идет о второй степени, об умеренном ответе опухоли на лечение. Более того, дизайн исследования включал в себя не только оценку регресса первичной опухоли, но и оценку регресса узлов в большом сальнике. В исследование включались пациенты не менее чем ПТ-3. И по этой причине в единичных, по их данным, порядка что-то 20%, в случае, если после тотального исследования большого сальника, это должно быть взято не менее 80 кусочков, выявляются единичные скопления опухоли размером до 2 мм, то данная морфологическая картина расценивалась как почти полный или полный ответ, если вообще нет опухоли, это полный ответ, если до 2 мм, это почти полный ответ, это расценивается как третья степень изменений. Таким образом, они продемонстрировали, что степень регресса в резидуальной опухоли в большом сальнике коррелировала с безрецидивной выживательностью. При этом, обратите внимание, они объединили первую и вторую группу, а третью группу, то есть это те ситуации, когда опухоль менее 2 мм, в этом случае медиана времени до прогрессирования составляла в группе 1-2 регресс 12 месяцев, а в третьей, если опухоль менее 2 мм, то медиана безрецидивной выживательностью составляла 18 месяцев. Таким образом, уважаемые коллеги, существует объективно две, как минимум две, шкалы оценки патоморфологического регресса. В некоторых исследованиях мы используем и ту, и другую. Официально, в частности, колледжам американских патологоанатомов достоверно утверждена только одна. В любом случае продолжается исследование по то, что теперь модно называть валидизацией, или по-русски достоверностью каждой конкретной шкалы. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Ильич. Это очень интересный доклад. Для нас, кинецов, особенно интересен доклад, который делают морфологи. Мне кажется, нужно было вообще начинать с морфологических докладов, чтобы потом понимать, что происходит при наодивантной терапии. Какие вопросы, пожалуйста, задавайте. Есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста, Илья Ильич. Слушайте, а можно я все-таки попытаюсь обобщить в вопросе то, что я правильно понимаю, что вот из того, что вы рассказываете, на самом-то деле два основных параметра ответа. Это как сами клетки изменяются и как стромовиды изменяются. Это и есть параметры отряда на неодивантную терапию, так? Да, все верно. Ну, хорошо. А бывает такая ситуация, когда клетки остаются интактные, а со стороны стромы полный ответ? Или наоборот, когда со стороны клеток ответ очень выраженный, а стромы не реагируют? Бывают ли такие случаи? Как вы их интерпретируете? Мы их интерпретируем, соответственно, этой классификацией. Наш опыт анализа более 50 случаев карцином яичника, правда, это были носители мутации БРЦА. Таких случаев, чтобы опухоль есть, ответа нет, да, это бывает. Но так, чтобы... Я имею в виду явная дискордантность. Вот у вас одна шкала – это ответ клеток, а другая шкала – это ответ стромы. Ну, логика есть и там, и там. Но ведь, по идее же, должны быть какие-то ситуации, когда клетки лучше ответили, стромы хуже, а еще лучше, когда вообще дискордантность. Со стороны клеток выраженный ответ, со стороны стромы вроде как нет ответа. И наоборот. Стромальные изменения говорят об ответе на терапию, а со стороны клеток ответа нет. Нет, нет. Дело в том, что воспалительный ответ, ведь, развивается вследствие гибели опухолевых клеток. Он как реакция. В реактивной ситуации нами, конечно, встречены не были, но теоретически они, конечно, могут быть. Но данная схема, по большому счету, работа 2015 года, она, в принципе, пренебрегает воспалительным ответом. Вот есть меньше двух миллиметров – это хорошо. А есть воспаление, нет воспаления – это уже все отметается, потому что это общая группа с плохим или умеренным ответом. Это не принципиально. Да. Главное, чтобы количество опухолевых клеток было меньше. То есть все-таки основное – это сейчас входит к тому, что основное – это количество опухолевых клеток, да? Я думаю, что к этому все придет. Так что, да, вот вы не ответили на основной вопрос вашей темы. Да, все-таки ориентироваться по уменьшению опухолевых яичников или по уменьшению метастазов в большом сальнике? Где… Елена Вильевна, получается, сейчас мы вправе ориентироваться на классификацию, которая утверждена колледжами американских патологов, которые предлагают оценивать регресс в большом сальнике. Тогда закономерный встречный вопрос – а что делать в группе, когда сальник интактен? Да. У них тоже на это ответа нет, и они ничего не могут предложить. Ну, может быть, если сальник интактен просто не проводят наодевантную химиотерапию, в основном все-таки это третья стадия распространения по брюшине. И редко бывает интактен сальник, если опухоль распространяется по брюшине. Обычно это метастазы в большой сальник. И, наверное, все-таки логично, что ответ в большом сальнике имеет наибольшее значение. Ведь могут быть совершенно маленькие опухолевые яичников, и большие метастазы, так сказать, сальник как пирог такой, который плохо удалим, и большие, наверное, с этим связано, да? Сложно судить. Сложно судить. Дело в том, что дизайн исследования включал одновременный анализ как первичной опухоли, так и, по большому счету, метастазов. Первое исследование 2007 года авторы показали, что есть корреляция с выживаемостью прямая. Есть опухоль, ну, мало опухолей, отсутствуют опухолевые клетки, увеличивается выживаемость. Вторая публикация, и её общество патологоанатомов приняло как более достоверную, удобоваримую. В первую очередь, она воспроизводима. Можно выдумать такую классификацию, которая на практике плохо воспроизводима. Это приведёт к тому, что вы начнёте повторять одного морфолога, попросили оценить второго морфолога. Один написал, есть ответ, второй нет, это... Да, пожалуйста, Евгений Нович, ещё вопрос. Может быть, я... Продолжение только я хотела сказать. Так может, потому что метастазы более чувствительны к химиотерапии, там больше мы видим этого эффекта, чем первичная опухоль. Мне кажется, вот обычно, когда мы говорим по различным другим, допустим, шейкаматке, там больше первичный ответ всегда мы видим, чем ответ в лимфоузлах. А при ракеичниках, я вот как клиницист, вот наиболее придерживаюсь той теории, что как раз при ракеичников метастазы более чувствительны. Часто бывает, когда у больной и асцит, и гидроторакс, и мы проводим неодивантную терапию, и уходит полностью гидроторакс, уходит полностью асцит. И во время операции мы не видим даже опухолевых изменений в визуальных яичниках в большом сальнике, и получаем ответ гистологический. Действительно, в большом сальнике, в биопсиях из брюшина нет опухолевых клеток, а в яичниках маленьких, неизмененных, находят опухолевые клетки. Может быть, связано с чувствительностью разных тканей здесь, как Вы считаете? Я думаю, что опухолевая гетерогенность первичная метастатическая в карциномах яичниках лучше прокомментирует Евгений Намович. Пожалуйста, Евгений Намович, Вам тогда вопрос. Меня вот что, опять же, я попытаюсь ситуацию немножко примитивизировать. Я так понимаю, есть три ситуации. Первая – это когда полный морфологический ответ бывает. Вторая – это когда полного морфологического ответа нет, но хочется верить по разным признакам, что опухоль ответила очень хорошо. А третья – когда операцию сделали, но при этом ответа на лечение с точки зрения морфолога нет. Причем я так понимаю, что все-таки эти вещи далеко не всегда согласуются с клинической картиной. Ну, допустим, у мологии, там, я знаю, очень часто бывает, когда патоморфоза никакого нет, а опухоль отвечает очень хорошо и наоборот. А вот у меня к Вам вопрос. Ну, допустим, есть понятие полная циторедукция, есть самоптимальная циторедукция. А как вообще это на лечение получают? Вот далее, допустим, ну, условно скажем, три цикла предоперационной терапии стандартной. А вот в зависимости от этого ответа, изменится как-то тактика? Или скорее это просто приняли к сведению, а делается это более или менее все основываясь на здравом смысле, а не на морфологии? Ко мне вопрос. К клиницистам, конечно. А Вы знаете, вот клиницист как раз хотел задать вопрос по патоморфологу. Вот Вы совершенно правы. Мы очень часто встречаемся с той ситуацией, что проведя несколько курсов неодевантной химиотерапии, мы берем больную на операцию, и мы видим, в принципе, хороший клинический эффект. Мы делаем оптимальную, субоптимальную операцию. Но морфологи нам дают патоморфоз первой-второй степени. Вот в такой ситуации мы должны продолжать той же схемой химиотерапии, или же мы должны ее менять. Вот как в этой ситуации нам быть? Вот вопрос. Резистентность, да, наверное, здесь? А резистентность? Вот клинический эффект хороший. Клиницисты удовлетворены. Понимаете, в чем весь ужас? Я так понимаю, что вот на самом-то деле то, что я сегодня пытался донести, но до этого-то только сейчас это как-то начинается обдумываться. Вообще, то, что видит морфолог остаточная ткань, это вовсе не отражает курс течения предоперационной терапии в целом. Это те оставшиеся клоны, которые значительно отличаются от исходной опухоли. Ну, на вопрос, что делать, я отвечу, честно, не знаю, потому что получается, что здесь ин-виво-тест не работает, от того, что вы убрали видимую часть айсберга. Но самое ужасное, вот то, что, опять же, я не столько знаю, сколько слышал из докладов, уровень топономорфоза практически никак не влияет на исход, а значит, и не очень влияет на тактику. Я так понимаю, что все-таки реальный водораздел – это полный морфологический ответ или его нет? А вот если в пределах неполного патоморфологического ответа, то у меня ощущение, что немножко мы сами хотим преувеличить значимость этого параметра. А вы что скажете? Да, Евгений Ильич, в принципе, вы правы. Но морфологи, создавая все классификации регресса, в первую очередь любая локализация включает в себя группу полного ответа и вот эти минимальные изменения до 2-5 мм. Все, что больше, уже сваливается в одну большую группу и сравнение производится между группой до 2-5 мм и все остальное. То есть случаев, когда вообще нет опухолевых клеток, на нашем опыте это были единичные 1-2 случая из других учреждений. Но здесь еще важно подчеркнуть то, что и материал операционный должен исследоваться тотально в этой ситуации. Когда мы получаем этот материал на консультацию, 1-2 фрагмента, это не совсем достоверно судить о всем остальном, потому что не всегда морфологи в иных учреждениях знают о том, что проводилась неодевантная терапия, и эти образцы правильно исследуются должным образом, чтобы правильно оценить, есть патоморфоз или нет. Количество этих оставшихся опухолевых клеток, которые... И мне кажется, отвечая на ваш вопрос, просто пытаясь найти ответ. Вот, допустим, в омологии... Жалко, что тут нет мамологов. Я немножко говорю, так сказать, то, что я от них слышал, но, конечно, лучше бы из первых уст. Я так понимаю, что в омологии тоже было там лет 20 назад, когда неодевантная терапия начиналась. Что если дается неодевантная терапия, если она до операции более или менее привела к видимому уменьшению опухоли, то такая же терапия дается и после. Сейчас, я смотрю, все больше и больше тенденция у них, когда у них уже на этапе планирования исследовательно-одевантной терапии перебираются разные схемы. Ну, вот, допустим, у них очень характерно 4 цикла антрациклиновых, содержащих без токсанов, потом токсановые, ну, такого типа. То есть имеется в виду, что на самом-то деле весь спектр лечения, он... все козыри выбрасываются на этапе неодевант-одевант. Ну, последовательность заменяется, я сознательно загрубляю. Я думаю, что к этому, честно говоря, придут, могут эмпирически прийти и в каких-то областях онкогинекологии. Если нет полного регресса, значит, остались какие-то... морфологического регресса, значит, остались какие-то опухолевые очаги, которые резистентны к той терапии, которая назначалась. Как это оценивает морфолог, выраженный ответ или невыраженный ответ? Судя показатели продолжительности жизни, говорят, что это не самый существенный параметр визуальный. Ну, и вот то, что сегодня прозвучало, просто это немножко звучит, так сказать, беспомощно, но есть несколько каких-то, так сказать, опций для терапии, их не так много. Ну, напрашивается делать так же, как делают мамологи. Если нет полного ответа, то назначается одевантная терапия немножко другими препаратами, те, которые еще не применялись. Будут ли испытания, правильные ли это или нет, или это такой немножко наивный, так сказать, разговор. Сложно сказать, но у мамологов примерно так, насколько я понимаю. Многие, по крайней мере, поступают именно так. И вот все-таки в заключении, может быть, еще вот так, потому что мы когда говорим сегодня, профессор Хохлова говорил о том, что мы в неодевантной терапии выращиваем резистентные клоны, но как клиницист я могу сказать, и Адель Федоровна, я думаю, меня поддержит, что есть ситуации, когда мы просто не можем начать с операции, опухоль неудалима, и даже мы идем, так сказать, на эксплуатативную лапаротомию и думаем, вот мы зря пошли, нужно было провести неодевантную, потому что опухоль неудалима. И если мы проводим неодевантную терапию, при низкой, и я хочу сказать, это вот классификация, high-grade, ну, конечно, high-grade – это не высоко дифференцированные опухоли по классификации Кормана, это, между собой, низкая, high-grade – это высокий риск. Это низкодифференцированные опухоли. И как клиницисты, вот старое понятие низкодифференцированные опухоли, старые клиницисты все время говорили, да, вот когда мы начинаем химиотерапию при низкодифференцированных опухолях, распространение по всей брюшной полости, там, с фоливритом, все уходит, быстро, очень уходит опухоль. И когда мы этих больных повторно оперируем, то мы видим, так сказать, только остатки опухолевых клеток. И как опытные клиницисты знают прекрасно, что чем быстрее они уходят, тем быстрее они появляются. И это связано с исходной формой опухоли. Есть опухоли более злокачественные и менее злокачественные. Когда мы анализируем всегда материал ретроспективно, и сколько бы мы ни делали при начальном раком яичника, оказывается, что не столько наши все методы лечения, сколько характер агрессивности опухоли влияет на прогноз. И чем опухоль более агрессивна, и хоть она быстро уходит, тем меньше результата, тем меньше общая выживаемость. Тут все связано, конечно, с особенностями самой опухоли и быстрым возникновением резистентных клонов. Но просто выхода другого нет, мы не можем по-другому эту пациентку пролечить. От одной химиотерапии при распространенном процессе у нее опухоль не уйдет, потому что очень большие массы опухолевых клеток, и поэтому мы вынуждены проводить неодевантную терапию. Но опухоль настолько агрессивна, что она быстро вырабатывает резистентные клоны, и дальше мы видим то, что мы видим. То есть, в категорике такие вот больные с распространенным процессом низкодифференциальным раком, они больше года не проживают. Это правильно, год, но максимум два. Илья Вильямовна, мне кажется, основная идея заключается в том, что хорошо, что применительно данной носологической единицы в принципе появилась система оценки регресса. То, что это вообще стало востребовано самими клиническими системами, морфологами. То, что группа с высоким регрессом, и в том, и в другом исследовании отмечалось, что это около 20%. То есть, это не какая-то казуистика, а сам метод достоверен, и он работает. И он хорошо доступен, быстро доступен. И мне кажется, что это основной, не прорыв, но основное событие, которое позволяет иначе взглянуть на, как вы можете вообще в принципе ориентировать. Потому что так вы никоим образом не связаны с морфологом. Ну, написали вам хайгрейд серозной карциномы, и всё. Что вам дальше? Вы же никак. Полностью с вами согласны. Вы абсолютно правы. И нам без этого невозможно понять, что происходит с опухолей. Просто на сегодняшний день арсенал лечебных возможностей у нас не настолько велик. Абсолютно вы правы. Кто-то хочет ещё принять участие в дискуссии? Спасибо огромное за очень интересные договоры. Спасибо. Спасибо.